День добрый, на связи МК Баски! Сегодня мы продолжаем рассматривать механику игры Верден. Продолжаем рассматривать с вами отряды. Сегодня мы говорим с вами о следующем отряде. Поговорим о US Dow Bites. Это американцы, как вы догадались по названию. US Dow Bites, их девиз мы защитим. Вот описание их тут в принципе дано. Отряд американской армии, состоящий из Dow Bites, может похвастаться отличными стрелками, а также огневой поддержкой из пулеметчиков шашот и бар. Они также могут вызывать артиллерийскую поддержку в качестве прикрытия. Ну, у них 4 класса стандартных. Corporal, Rifleman, Gunner, Grenadier. Также у них есть 2 способности. Дисциплина 1 и навык стрельбы. Они уже вам знакомы, я думаю, на них останавливаться смысла нет. Ну, давайте создадим отряд, да, посмотрим, что они собой представляют. Вот так вот выглядят они, как вы, думаю, помните по фильмам американским, в таких вот шапочках, они в Первой и Второй мировой войне были. В таком форме стандартной, классической, ну, я думаю, довольно узнаваемой. Давайте посмотрим, что тут у нас с самим отрядом. Навык стрельбы стандартно, точность плюс 10, время перезарядки минус 10. Помните эту способность, не один раз уже была. На 20 уровне будет навык стрельбы 2, точность плюс 15, время перезарядки минус 15. Потом на 60 уровне точность плюс 25, время перезарядки минус 25. Ну, классическая особенность, думаю, не стоит заострять на ней внимание. Дисциплина 1. Возрождение игроков с командиром, бонус за захват сектора плюс 25 опыта. Тоже, я думаю, ее помните. На 45 или на 40, скорее даже на 40, будет дисциплина 2. Возрождение игроков с командиром, скорость захвата сектора минус 15. Ну, помните это. И на 80 уже будет дисциплина 3. Возрождение игроков с командиром, скорость захвата сектора минус 20. Как мы видим, американская ESDOWBOYS тоже прекрасно подходит для атаки. Так же, как и морская пехота США. Ну, вообще, американцы в этой игре чисто так для атаки созданы. Прекрасно подходят. В принципе, оно не мудрено, учитывая, для какого рынка это все создавалось. Ну, ладно, давайте посмотрим классы. Corporal 1. Девиз тоже, веди за собой, классический для командиров. Во многом. У него три особенности есть. Это подготовка офицера, время перезарядки пистолета минус 20%, уже знакомое вам. И аж на 70 уровне у вас будет время перезарядки карабина минус 50%, но у вас от него перезарядка пистолета. Это вам уже знакомо. Вызывает минометный огонь, один залп из мортира по цели, время перезарядки 60 секунд, хотя на самом деле 45 написано. Улучшение у нас где-то под 50 уровень, чуть-чуть, походу, не дотягивает. Ну, аж 48-й, 49-й, а может 50-й, тут сложно провести параллель, конкретно не пишет. Это уже выполняет артобстрел указанную сектору. Это уже раз в 70 секунд, минуты и 10 секунд, помните это. И на сотовом уровне уже артиллерийский огонь обрушивается сначала на первый сектор, затем на целевой. 100 секунд, 1 минута 40 секунд. Ну, я думаю, это вы помните, как мы видим, мы уже рассмотрели большое количество отрядов, уже за половину, потому что у Тройственного Союза отрядов поменьше гораздо. Да, так что многие особенности уже повторяются и перекликаются, что естественно. Ну и командование активное. Добавляется способность всем членам отряда в данном секторе, либо в радиус 10 метров. Тоже помните, ну, в этом секторе имеется в виду, в данном секторе, тот сектор, в котором поставлен приказ, учитывайте это в виду. Также есть у него униформа 1917 Dow Boy NKO, ну, как сейчас выглядит, привет уже из будущего. И будет у вас на 20 уровне 1918 Dow Boy NKO, то есть уже на 2 года переживающие в свое время. Ну, выглядит как вот так. Давайте сразу поговорим про специализации, мы именно с этой специализацией спамиться не будем. Мне надо бы вам только бар показать, одно оружие и все, тут остальное уже было. Первая специализация это Rookie Officer. У него есть автоматический пистолет M1911, уже знакомый вам. Кольт, скажем так, ну, я думаю помните его и бинокль. Неплохой вариант. Дальше Гренадир Офицер. Вместо бинокля идет граната одна. Ну, довольно спорное, тут смотрите сами, что вам выгоднее, учитывая, что вы командир, бинокль вещь на самом деле полезна, если его грамотно используют. Да и прикладом весело забить, это я не знаю, вот если вы играете и играли в Counter-Strike Go, это что-то вроде того, как Тайзером кого-то убить, ну, Зеус так называемый. Вот так же здесь это забить биноклим. Весело, прикольно, но редко получается. Ну, ладно. Третье, самое лучшее, что ли, можно сказать, это Veteran Officer. Здесь у нас уже знакомый нам M1970 Enfield со штыком M1970. Да, помните ее, хорошая винтовочка со штыком. У многих командиров третья специализация такая, винтовка плюс штык. Дальше у нас идет с вами Rifleman, ну, его девиз, Цельсия убивает, снайпер классический. У него из способностей призывник, такая негативная черта, вам уже очень сильно знакомая, от нее никак не избавиться. Скорость передвижения и разница действия командира уменьшается на 10%. Также у него есть Снайпер 1, время задержки дыхания увеличится на 10 секунд, полезная вещь. И на 45 уровне у нас будет Снайпер 2, уже время задержки дыхания увеличится на 15 секунд. Ну, то есть на 5 секунд улучшится бонус. Также у нас есть стойкость. Игрок зарабатывает бонус на очки за захват сектора, находясь в радиусе действия командира. Имейте это в виду. Поэтому будьте рядом с командиром при захвате, и вам дадут больше опыта. Тоже неплохо. На 60 уровне получите способность Патриот, который дает бонус к очкам опыта просто за захват сектора. Форма у него классическая, 1917 Dodge Boy. И на 20 уровне будет 1918 Dodge Boy. Ну, тут правильно, наверное, читать. 1,970 Dodge Boy и 1,980 Dodge Boy. Да. Вот такой вот класс у нас. Rifleman. Давайте его посмотрим в специализации. Первая специализация это Private. У него M1970 Infield. Штыка M1970. Хорошее оружие со штыком. Дублирует, по сути дела, первую специальность. Вот такие вот они равнозначные. Только у него еще командирские возможности есть. Вторая это Sniper. У него есть модель 1903 года Springfield. Помните эту вещь? Тоже неплохая относительно. Ну, специфичная, как вы помните. Ну, я вам показываю, а заострять внимание не вижу. Хотя не совсем Sniper, прицела здесь снайперского нет. И третья специализация Armorer. Это та же самая модель 1903 года Springfield, только со снайперским прицелом. Ну, вы видите, какой здесь текст. Это нереально просчитать. Там что-то написано, не это. Ну, в общем, тут такой квадратненький прикольный оптический прицел. В чем-то такой даже современный по визуальному стилю. Да. Ну, давайте дальше. Gunner у нас специализация. Девиз тут, что я вам сказал, на всякий случай, цель все убивай, да? У Gunner девиз «Прикрывающий огонь». Но оно, в принципе, и ясно. Давайте посмотрим по специализации, что тут у нас. Тяжеловес нам уже знакомая вещь. Невозможно бежать. На 25-м уровне будет тяжеловес 2, невозможно бежать в ней радиус действия командира. И на 75-м будет тяжеловес 3, невозможно бежать в ней радиус действия командира и неся ручной пулемет. Я не буду заострять внимание, я уже про это говорил, думаю, будут излишни мои слова. Я думаю, вы у меня, товарищи, друзья, грамотные, быстро все схватываете, это налетует, это меня радует. А это значит, что, я думаю, лишний раз вам повторять не надо. Если что, вдруг подзабыли, можешь найти видео, посмотреть, я думаю, это не проблема. Дальше, строевая подготовка 1 уже знакома, время перезарядки винтовки минус 20%. На 45-м уровне уже будет строевая, даже на 42-м ответ на все вопросы по произведению автостопом по галактике. Время перезарядки крышного пулемета минус 20%. И на 95-м уровне строевая подготовка 3, время перезарядки крышного пулемета минус 33%, то есть на 1-3 улучшает перезарядку пулемета. Дальше, прикрывающий огонь 1, тоже вам знакома, помощь убийстве плюс 2 дополнительных очков опыта. 35 плюс 5 уже будет. И на 70-м уровне столько же, сколько и самоубийство. Униформа классическая, не буду... Нет, не классическая. Ну, стандарт 1917 классическая. А вот 1918-го дачбой ганнер уже ганнер именно будет, особенно для этого класса униформа. На всякий случай, выглядит он вот так сейчас. Не помню, показал вам, Райфлмэна не показал. Давайте, на всякий случай, покажу. Вот так вот выглядит. Давайте по оружию поговорим. У него три специализации. Carrier, это M1970 Enfield, уже знакомый вам автоматический пистолет M1911, ну, Colt, собственно говоря, помните его. Дальше, Walking Fire, ходячий огонь, дословно, можно перевести. Это уже Fusial Mithrailer MLE, M1950, KSRG, шашот, пулемет такой, помните, думаю. И автоматический, ну, тоже самое, Colt, не буду повторяться. А вот третий, это уже Bar Gunner. Здесь у нас будет автоматическая винтовка Browning M9980 Bar. Ну, помните, думаю, по играм, по многим знаете. Я вам покажу, а потом сейчас, когда договорим про всё это. Вот такие вот специализации у нас у ганнера здесь, в US Dove Boys. Давайте дальше. Гренадир, последняя специализация. У него девиз расчистить пароход классический для этой специализации. Давайте, вот так он выглядит на всякий случай. Вот эта половинка, вторая вот эта, вот, вот так вот, да. У него тоже есть особенности. Уже знакомый вам быстрый бросок, скорость передвижения с гранатой в руках плюс 15%. То есть берём гранату, как нож в Counter-Strike и бежим вперёд. Думаю, понимаете. Метание гранат 1, дальняя заброска граната плюс 20%, ну, то есть на одну пятую дальше можно кинуть. Улучшается на 45-м уровне уже точно так же, но вы ещё и одну очко будет дополнительно получать при убийстве гранаты. Какой серьёзный прогресс, да. На сотом уровне то же самое, только два дополнительных очка при убийстве гранаты. Тоже очень серьёзный прогресс. Да, ну и уязвимость. Это негативные черта, от которых нельзя избавиться. Время регионации здоровья плюс 25%. То есть на одну четверть будете медленнее восстанавливаться. Униформа стандартная, 1917, ну, 1,970, да в бой. И на 20-м уровне будет 1,980, да в бой. Да, классическая. Ну и давайте по специализации, что тут у нас по оружию. Первое это Rifle Grenadier. У нас M-1970 Enfield, знакомый нам. Также граната MLE-1960 Brilliant F1. Три штуки. Ну, довольно неплохой вариант. Вторая специальность это Frober. У нас уже будет пистолет, автоматический пистолет. Ну, не буду пересчитывать. Кольт, вы его помните. Странно, вроде закрывал отряд. Не знаю, но не суть. Уже вышел. И граната, ну, та же самая граната, только 4 штуки. Ну, классические. Вы оружием жертвуете с винтовки на пистолет, но получаете на одну гранату больше. И третья специализация это Rager. У нас здесь есть M-1970 Enfield со штыком M-1970. Он нажал готов, будучи командиром, и нас кинуло в бой. Ну, ладно, я договорю в бою. Мы играть все равно не будем. Все равно мне надо было заходить. Ну, раз уже закинуло, выйдем просто. Это не критично. Мне-то осталось вам сказать про это и показать Бар. Ну, ладно, сейчас, наверное, покажу Бар, раз такая ситуация. Побыстрее класс взять. Сейчас, кстати, мелодию послушаем их. Да, вот такой вот интересный у них девиз. Мы защитим. Сейчас нас заспавнят. Я вам покажу Бар. Вот так вот выглядит не только Бар. Автоматическая. Можно стрелять от бедра, можно даже целиться. Вот так вот это будет действительно выглядеть. Перезаряжаемся по одному этому. Не обязательно просто расстреливать. Но это время тратит. Бьет прикладом вот так. Улит она так. Если присядем в значительную увеличивую точность, если пляжем, вообще шикарно. Ее раскладывать у нас, если я ничего не путаю... Да, раскладывать ее нельзя. Это единственный... Ладно, пользуясь случаем, мы вам еще газ покажем, наверное. Да, все равно... Его надо было раньше показывать, просто случая не было. Ну, а она... Это такой пулемет, можно сказать, автоматическая винтовка, которая не требует раскладки. Не надо его, нельзя раскладывать. Но зато лежа он очень точный. Можно неплохо стрелять, понимаете, да, меня? Вещь хорошая. Ну, дайте покажу, как происходит умирание от газа. Снимем противогазик, зайдем в него. Просто чисто для демонстрации. Я вам хотел так показать раньше, чтобы мы... Ладно, не дали показать. Ладно, давайте не будем отвлекаться. Договорим дальше. Остался рейдер. Ну, MP... 1,970 Enfield, штыкаем. 1,970. И граната MLE 1,960 Brilliant F1. Две штуки. То есть, тут смотрите сами, что... Тут мы имеем винтовку. И три гранаты. Тут у нас винтовка со штуком, но две гранаты. А тут у нас пистолет, но четыре гранаты. То есть, довольно универсально, довольно неплохо. Вот. Ну, пожалуй... Тут уже классические американские фразы, я не буду повторяться. Давайте выйдем. Ну, в принципе, вот, собственно говоря, есть тот класс. Как я сказал, он хорошо подходит для атаки. Вообще, американцы в этой игре, как я уже сказал, созданы чисто для атаки, для атаки, еще раз только для атаки. Ну, американцы, знаете, как рисуют в фильмах, типа, вот, придут, там всех захватят, такие герои, да. Замечательно просто. Ну, вот что-то в этом духе, да. Тут для атаки они предназначены, это определение. Да. Ну, так вот, мы рассмотрели с вами отряд US Dollboys, американцев, последних американцев в этой игре. Их всего два типа здесь, да. И мы посмотрели их все способности, их специализации. Показала я вам оружие, автоматическую винтовку Браунинг М1980BAR. А, кстати, описание, да, надо зачитать описание, может быть, оно будет веселеньким, это вас порадует. Вроде ставил эту галочку, почему-то нас закинуло. Ну, может, я там что-то не так нажал. Ну, ладно, вы на видео смотрели, что вы видели. Так, давайте зачитаю, просто зачитаю. Автоматическую винтовку Браунинг М1980BAR. Бар доказал свою состоятельность во время наступления Мезоаргона, обеспечивая US войск надежного автоматического огнестрельного оружия. Воздействия Бар на общей войне было мало, но в кратком действии он видел, это было настолько успешным, что многие страны будут идти на месте приказами огнестрельного оружия во время и после войны. Да, вот такой вот у нас здесь корейненький перевод, ну, знаете, какой есть, да? Да, вот мы рассматривали с вами US DAWBOYS. Давайте выйдем. Так, да. Ну, в принципе, мы всё, что надо, с ними рассмотрели. Я вам показал, какое оружие, какие специализации, как происходит прокачка здесь. Ну, вообще, в целом, всё об этом. Трейдер сказал в том, что нюансы, особенности, да? Да, с вами на связи был М.Хабаски, мы рассматривали US DAWBOYS. В следующем видео мы рассмотрим последний отряд Антанты, это шотландцев. И мы закончим с Антанты, перейдём к рассмотрению отрядов строительного союза, да? С вами на связи был М.Хабаски, и мы заканчиваем сегодня. Всем спасибо за внимание, всем пока!